так вот начиная видеосъемку на улице киевской от дома номер 139 туда улица киевская идет сторону балтийского парка или парк гагарина как он раньше назывался вот но я туда не пойду я пойду в обратную сторону захвачу такой кусочек небольшой здесь засниму дома там за вот этим красным домом уже начинается в парк сам балтийский парк вот мы пойдем в другую сторону вот напротив меня сейчас снимают дом номер 122 124 желтый а у нас скверик непонятный мне там здание такое находится внутри там что-то даже какая-то бирка по-моему висела что-то такое связано с государственной службой не спецслужбы вот но сам дворик запущен сейчас я его просто засниму чтобы не быть голословным ту сторону перейду града такая запущенная вот ну садик вот такой вот полу запущенный домик там такой что это все забываю какая-то бирка есть сейчас я ее приближу если что-нибудь будет видно а вот так вот здесь вот такая вот калитка здесь симпатичная машина-то Там стоит в углу левая. Ну и, видимо, что тут все-таки что-то там функционирует внутри. Вот этот дом 139, с которого я начал съемку. Но я буду, наверное, снимать все-таки с той стороны опять. Сейчас перейти дорогу стало проблемой, потому что начали ремонтировать в Калининграде и два ключевых, ну, скажем так, путепровода, что ли. Это в районе мясокомбината и в районе улицы Суворова. Ну, точнее, активно начали в районе мясокомбината, там вообще перекрыли все. Поэтому все движение пустили вот через улицу Киевскую, и, соответственно, машин тут стало гораздо больше. Все ездят в объезд, как-то выезжая из Балт района. Вот в этом доме открыто отделение полиции, милиции. Здесь вот такое вот панно, посвященное тому, что Калининград является рыбным и торговым портом. Точнее, имеет рыбный и торговый порт. Вот вокруг этого дома я обходил вот предыдущего видео. Ну, пока еще до ума фасады этих зданий не доведены, но, видимо, какие-то потуги будут предприняты, в конце концов. Тут одна из автобусных остановок здесь. Евро-хлеб. Что такое евро-хлеб, я не знаю. Хлеб выпеченный по европейским технологиям с русской спецификой. Так, это номер 112-118 дом. Продукты, которые... Так, в этом домике мировые судьи помещаются. Вот тут вот дом такой спаянный с одним, трехэтажным, четырехэтажным. Такие типичные спайки домов у немцев. Вот как вот эти вот два дома спаяны. Продолжение следует... Ну, вот этот магазин относительно новый. Он уже, наверное, полтора года. Но я даже попал на тот период, когда он открывался. Тут долго был непонятный такой долгострой, задернутый забором. Ну, написано, что это строительство административного здания. Ну, у нас все здания, когда строится, называются административными. Чтобы народ не очень бурчал. А потом, видимо, что-то там перерешали. И вот построили магазин такой. Девятиэтажка хрущевская. Или восьми, раз, два, три, четыре, пять. Девяти. Кстати, в этот магазин ни разу не заходил. Что-то пока и не хочется. Цыгане ходят. Супер-магазин. Ну, это видео, оно интересно тем, кто тут, может, живет. Или кто жил раньше, кто тут бывает. Так оно не имеет никаких сенсационных целей. Просто изменения. Сезонная, архитектурная. А там вот проходит... Так, это вот моя семья-магазин. Не моя семья, а просто семья. Вот. А там дальше проходит у нас железная дорога в сторону Мамоновой. Бранева, польской границы. Вот. Она туда, но это я еще с моста сниму. Вот она. Сирень цвету. И фиолетовая, и белая. Или, точнее, сиреневая, и сиреневая, и белая. А вот это вот станция ОП, станочной пунктийской. Ну, тут буквально до прошлого года все пусто было. Он был загажен. Сейчас посмотрю, насколько он там стал чистеньким. Ну, да, раньше он тут использовался как общественный туалет, в доме. Ну, вот с этой стороны здесь сниму. Так вот, вот, красивая избушка стала. Спуск вниз. Поезд там стоит или идет. Непонятно. Это не поезд, а маневровый. Называется. Дизель. Вот это улица Фабричная. Идет туда. Она там, в конце концов, вытыкается в так называемую промышленную зону. Я сейчас по вот этому мосту пройду еще. Сделаю такую общую панораму. С моста следовала. Ну, и пойдем дальше. В таком железнодорожном плане, в пассажирском, тут редко ходят вагончики. Ну, они в основном на даче ходят. Вот, и кто едет в Ладушкино и в Мамоново, туда, на юг от Калининграда. Ну, вот. Здесь организовали цветночный магазин. Ну, лучше, чем общественный туалет. Так, наверное, есть смысл мне перейти на ту сторону, потому что тут я заснял вид с моста, а ту сторону не заснял. Вот эта улица то ли Садовая, то ли Яблочная, что забывают. Такая она небольшая. Вот она. Яркое цветение сирени. Вот установочный пункт. Вот, еще яблоня цветет так мощно. Вот такой мостик здесь небольшой, который я уже заснял, собственно говоря. Ну, вот эта вот одноколейка, она ведет в сторону южного вокзала Калининградского. Калининградские Яблоняк, Isuda Штошко, Калландский, Заснимем здесь Субтитры сделал DimaTorzok